Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Сегодня прочитаем главу 17 книги Второзакония. Вообще это большой раздел, глава 16, 17 и дальше, посвященная тому, как правильно устроить управление, устроить власть на земле, которая потом будет в ближайшее время завоевана иудеями, и где появится вот такое постоянное жительство народа божьего Израиль, прежде странствовавшего по пустыне, еще прежде бывшего в плену в Египте. Ну вот вступают они в землю хананскую, переходит Иордан, и Моисей рассказывает то, как правильно устроить управление, либо самоуправление на тех землях, которые будут завоеваны. Впрочем, в этом большом фрагменте текста книги Второзакония есть маленькое вкрапление, которое и начинает главу 17, где речь идет не о судьях, не о начальниках, не о надзирателях, так называемых, а о том, точнее, как правильно почитать Бога. Поэтому начинаем со стиха первого, с тем почитания Бога, правильного или неправильного, а потом переходим дальше уже, будем говорить об устройстве будущего Израиля. Итак, стих первый, читаем. «Не приноси в жертву Господу твоему Богу крупный или мелкий скот с изъяном, с каким бы то ни было недостатком, ибо для Господа твоего Бога это мерзость». Ну вот стих, посвященный тому, какая жертва Богу угодна, какие жертвы надо Богу в храм принести, это могут быть и первенцы, и стад, барашки, ягнята или козочки и так далее. Ну вот всегда и в настоящее время тоже есть выбор у человека, что же отнести в дар Богу. И очень часто возникает соблазн дать Богу то, что тебе не очень важно, не очень дорого. Такая даже поговорка есть «на тебе Боже, чего мне не гоже». И, конечно же, эти соблазны не охватывают все, всю историю общества, и поэтому эти соблазны оказываются вот уже объектом оценки уже в стихе первом главы 17. И так написано здесь однозначно, что такое рассуждение – это есть для Бога оскорбление, это есть мерзость. Если жертва является выражением твоего благодарения, твоей благодарности к Богу, то вот такое поведение, выбирать то, что хромое, либо скоро, видимо, умрет, либо слабое, либо какое-то еще уродливое, и вот это Богу и отдать в жертву – это все называется неблаговидным, постыдным поведением верующего израильтянина. И быть такому не должно, когда иудеи будут жить в земле ханаанской. Читаем дальше. Если у вас в одном из городов, отданных вам Господом вашим Богом, мужчина или женщина, совершит дело, ненавистное Господу вашему Богу, нарушит договор с Ним, пойдет и станет служить и поклоняться другим Богам, или солнцу, или луне, или кому-то из небесного воинства, чего я делать вам не велел, тогда, услышав и узнав о таком, расследуй это дело получше. Если все окажется правдой, и в Израиле действительно была сделана такая мерзость, то этого человека, мужчину или женщину, того, кто совершил это зло, надо вывести к воротам и забросать камнями насмерть. Ну вот, начинается разбор первого случая, с которым будет иметь дело судья, либо какой-то управитель, какой-то надзиратель, начальник, который будет управлять таким отдельным поселением, либо городком. И вот описывается довольно, видимо, популярная ситуация, когда кто-то совершает служение не Богу одному, или вовсе не Богу, а кому, вот указано здесь, видите, другие Боги, либо Солнце, какие-то солярные культы, либо Луна, вот, небесное светило, тут, конечно же, имеется в виду Солнце, Луна и звезды, или кому-то из воинства небесного, то есть имеется в виду какие-то придворные небесного царя, это ангелы разного класса и чина. Вот, значит, ну и жестокость наказания, которое тут описано, это нас, конечно же, шокирует, да, это нас удивляет, потому что за то, что является предметом какого-то личного убеждения, каким-то религиозным принципом, пускай не вписывающимся в Писание библейское, объявляется здесь смертная казнь. Более того, смертная казнь довольно жестокая, суровая, когда человека могут долго убивать, забрасывая камнями, и в этом участвует вся община. И, конечно же, стоит нам разобраться, как может такая жестокость быть написана в Писании, в Божьем Слове. Ну, начнем с того, что, конечно же, в новозаветное время, в новозаветную эпоху, такие действия, они не могут растяковаться. Мы никого не можем за какую-то ересь, какое-то отступление от правил веры подвергать смертельному наказанию. У христиан такого права, морального права нет, но в новозавет все это изменяет. Но, впрочем, отменяет ли, либо, скорее, видоизменяет, действительно, как-то вот сублимирует, трактуя эту норму каким-то духовным образом. И в наше время, и в новозаветном тексте есть указание, что после каких-то правонарушений, этических, либо нравственных, либо каких-то даже вероучительных, члены общины надо изъять из этой общины. Ну, исключить из церковного общения, из участия в трапезе. То есть, он после чего-то совершенного не может быть органичной частью вот этого вот окружения христианского, христианской церкви, христианской общины. И, в принципе, вот такая практика, практика экскоммуникации, отлучения от причастия, либо вообще извержения из церкви. Есть развитие того, что мы читаем здесь. Нарушители общинных, религиозных норм ждет, говоря языком юриспруденции, ждет санкция, да. Ну, а, впрочем, ну почему же все-таки вот в веткозаветном писании есть такая жестокая, кровожадная, кровавая санкция, а именно вот побиение камнями. Ну, вот, дорогие друзья, начнем с такого чего-то элементарного, да. Ну, дикое время. Вот, ну, простые были нравы, и смертная казнь случалась чаще из-за большей проступки, чем в наше время. Это первое. Второе. В каждом обществе есть какие-то события, какие-то поведения, какие-то действия, которые угрожают самому существованию общества. В каждой ситуации это может быть что-то случайное, неочевидное, но для этого общества это что-то случайно неочевидное воистину обладает какой-то высшей значимостью. Ну, вот, пример, да. Какая-то вот возникает эпидемия, в которой, в этой эпидемии, должно всем носить марлевые повязки, или вообще повязки, или вообще дома находиться. Ну, вот кто-то, какие-то люди ходят по улице, да, нарушают правила карантина, комендантского часа, избегают повязывать повязки. И вот то, что в обычном режиме существования, в обычной жизни, в другое время, в другом обществе будет нормальным и ненаказуемым, а именно, где хочу, там и хожу, когда хочу, там и хожу, что хочу, то и надеваю на свое лицо. Так вот, ситуация эпидемии, это будет объектом жестокой санкции. Ну, конечно же, не смерти, но какая-то, может быть, какое-то изолирование, арест этого человека ждет, а, возможно, и даже какая-то более суровая кара, потому что поведение этого человека вызывает угрозу по отношению ко всему обществу. То же самое, друзья, было и здесь. Действительно, если кто-то практиковал бы открыто, да, не скрываясь, эти культы, то идентичность Израиля, высшая ценность в этом документе, сохранность Израиля в истории, это все было бы объектом серьезной угрозы. Израиль бы растворился бы, ассимилировался бы, не имея вот этого центра, этого какого-то фундамента, который являл собой почитание Бога Израилева, основанного на синайских правилах, на синайских законах, на Моисеевом законодательстве. И вот именно этим моментом, моментом того, что поведение такое является угрожающим для всего общества израильского, и объясняется такая жестокая, кровавая санкция, наказание за такое поведение. Продолжается тема и дальше, да, вот, касающаяся этого же случая, какого-то поклонника, но здесь начинается очень приятный сюжет, да, там был страшный, тут приятный сюжет, посвященный тому, как можно максимально гуманизировать, что ли, да, вот все это, вот эти правила, как можно максимально обеспечить безопасность тому, кто в этом не виноват, да, или виноват, но не очень сильно. Итак, что мы тут читаем стих 6, но казнить можно, если есть показания двух или трех свидетелей, а если один свидетель, то нельзя. Приказы свидетелей должны нанести удар первыми, а все остальные вслед за ними, искорените зло. Ну, вот, первая мера, первая мера, касающаяся гуманизации всего этого, и мы об этом выше говорили в других главах, когда мы их комментировали, разбирали, свидетель, нужен тот, кто-то, кто это бы подтвердил, и очень главное, очень важно, чтобы это был человек не один, а когда есть один доносчик, да, то там возможно всякое, какая-то возможная интрига, какой-то злой умысел, обида, пристрастное желание кого-то осудить, или вообще какое-то банальное недоразумение, но когда свидетелей двое либо трое, там риск всего этого понижается, да, то есть вот такое правило, первое, должны быть два, три и больше свидетелей того, что кто-то почитает солнце, луну, небесное воинство, ваала, астарту, ну и так далее. Второе, в чем еще проявляется участие свидетеля во всем этом процессе, а вот в чем, рассказывает нам об этом стих седьмой, должно нанести удар свидетелю первым, то есть он является тем, кто начинает эту расправу, эту казнь, и он является настоящим ну таким вот убийцей, скажем так, того по отношению к кому обвинение было вынесено. Ну, конечно же, тоже, друзья, фактор сдерживающий, потому что даже все времена, даже во времена дикие и варварские, ну, нелегко было быть убийцей, и не все желали быть таким вот ученителем этой кровавой расправы, поэтому еще один фактор, фактор под названием, ну, какая-то, может быть, совестливость, банальный страх, нежелание в этом участвовать, еще все это было очень важным фактором, сдерживающим такое повсеместное применение этого кровожадного правила, идолопоклонника убей. Да, такое правило есть, и оно озвучено, но кажется, что, учитывая озвученные оговорки, не очень часто правило это применялось, было применяемо. Дальше, если трудно будет тебе решить дело, которое ты должен разобрать в своем городе, дело об убийстве, какое-нибудь обвинение, дело об увечьях, тогда отправляйся на то место, которое изберет Господь твой Бог, иди к священникам левитам, к судье, что будет в то время, и спроси у них, и они объявят тебе свое решение. Ты должен будешь исполнить решение, объявленное тебе на том месте, которое Господь изберет, строго соблюдать, исполнять все, что тебе скажут. Сделай все по закону, которому тебя научат, исполни решение, которое тебе возвестят, не отклоняйся от него ни вправо, ни влево. Ну вот, развивается тема, как можно сделать судопроизводство более деликатным, более гуманным, более точным, да, более взвешенным. И что мы читаем в этом сюжете стихи 8-11. Ну вот, например, написано, вдруг тебе будет тяжело какое-то дело разобрать, о судья, либо о начальник, о правитель. Это может быть, и это неплохо. Сомнения, неуверенность в твоем решении, это есть закономерные, правомерные ситуации. Лучше быть неуверенным и ничего-то там, какой-то вердикт не озвучить, чем быть неуверенным и вердикт страшный, касающийся, не знаю, штрафа, либо чьи-то смерти, раз, и не стыдясь его озвучить. Да, вот, поэтому первый вывод такой всего этого сюжета, быть сомневающимся для судьи нормально. В случае сомнения надо идти к какой-то вышестоящей инстанции. Указано здесь это левиты, священники, находящиеся в это время при храме, в храме или при скинии. И вот можно к ним пойти и изложить дело этим людям. Это целая коллегия получается. По-нашему это называется высшая судебная инстанция. Ты идешь в высшую инстанцию за помощью в совете. И вот люди, которые непредвзято могут судить об этом деле, они не местные жители, они никого лично не знают из участников этого разбирательства, у этих людей, которые впервые слышат рассказ об этом случае, из основания для того, чтобы вынести взвешенное, объективное, разумное решение. И когда они уже твое мнение услышали, вынесли свое решение, когда этому решению нужно следовать, не отступая, как написано в стихе 11, ни вправо, ни влево. Суд беспристрастный, суд нескорый, это то, что предлагается нам здесь, в этих стихах, для того, как понимать нормальный или богоугодный суд в нашем обществе. А кто дерзнет, ослушается священника, служащего там Господу, твоему Богу или судью, тот должен быть призан смерти, искорените зло в Израиле. Пусть народ знает и трепещет, пусть впредь никто не поступает столь дерзко. Ну, конечно же, без уважения к суду, к его решению, невозможно справедливое устройство общества. И вот стихи, нами сейчас прочитанные, являются теми, кто подчеркивает важность суда. Суд принял решение, суд приговор вынес, приговор надо исполнить. Вот, поступающие иначе, поступающие иначе, приговор неисполняющие ему неверные, заслуживают опять же наказания, заслуживают санкций. Начинается новый раздел, раздел, посвященный царям, либо царю. Какой царь должен быть в Израиле? И вот об этом начинается рассуждение со стиха, начиная со стиха 14-го. Итак, «Когда вы придете в страну, которую отдает вам Господь, ваш Бог, и овладеете ею, и там поселитесь, и захотите подобно всем окрестным народам поставить над собой царя, то можете поставить царя». Вот так вот начинается этот раздел. И так описывается Моисеем, ну вот, условно говоря, Моисеем, так об этом нам показывает, рассказывает само второзаконие, что однажды через два или три века вам, у вас будет царь. Вот как будто Моисей, как будто бы он так вот провидит в будущее, он же пророк, и рассказывает аудитории о том, что однажды у вас будет царь века через два либо три, либо два с половиной, и это нормально. Да, у вас будет такое желание быть подобным окружающим народам, эгиптянам, ассирийцам, возможно. Ну, что же, пускай будет так. Вы вольны поставить над собою царя. Вот, и ниже описываются требования к тому, как должен себя вести, каким должен быть правильный, хороший царь. И тут, дорогие друзья, мы видим необычное описание, ну, необычное, потому что все окружающие регионы имели, как правило, такое максимально почтительное отношение к царю вплоть до его обожествления. То есть, царь велик, велик, как законодатель, как полководец, как воин, как солдат, как первосвященник, что он точно является полубогом, или сыном бога, или вообще даже богом. И это была такая основная тенденция и к востоку, и к западу, к западу от Палестины. Но тут возникает другая картина. Мы убедимся в том, что описываемый образ царя, это есть образ скромного такого, такого и очень ограниченного в своих правах, понимаемого реалистично царя. Вот такая скромная царская власть и нужна Израиль. Другая царская власть, какая-то самоуверенная, самовлюбленная, исполненная амбициями, желающая завоевывать, расширять свои пределы, желающая обогащаться за счет народа, эта царская власть осуждается как небогоугодная. Итак, что сказано о царях, читаем со стиха 15-го. Итак, можете поставить себе царя, об этом мы говорили, того, кого изберет Господь ваш Бог, делайте царем одного из братьев ваших. Нельзя вручать власть чужаку иноплеменнику. Ну, во-первых, конечно же, избрание царя, на него указание, это есть воля Бога, потому что Господь избирает себе царя. Как правило, в дальнейшем это будет прерогативой пророков. Вот пророк калашатый Бога уполномочен на то, чтобы на царя указать и по воле Бога, по слову Бога, сделать его действительным правителем царства, северного либо южного царства. Дальше написано, сделайте царем одного из братьев ваших. Никаких варягов нам не надо, ни из Египта, ни из Сирии, ни из Финикии, ни из Филистии, ни из Осирии, никаких пришельцев, иноземцев нам не надо, вам не надо. Должен править над Израилем израильтянин, должен править над иудеями иудей. Вот. Царь не должен держать слишком много коней, не должен отправлять людей назад в Египет, чтобы приобрести побольше коней. Ведь Господь сказал вам, вы уже не вернетесь туда по этому пути. Но, дорогие друзья, в стихе 16 предписывается то, что у царя должно быть скромное поведение по отношению к внешнеполитическим амбициям, к завоеваниям, к внешней политике. Ведь для этого и нужна армия, для этого нужна конница, для того, чтобы вести наступательные военные кампании, так вот, у тебя не должно быть много коней. Вот так вот. Конница, пускай у тебя будет царь Израилев, не много, а лучше мало. Почему так? Ну, тут уже все довольно хорошо объяснено, потому что ты будешь покупать коней в Египте, у тебя будет внешняя политика, ты будешь с кем-то вступать в союз, и указано с кем ты будешь однажды союзником Египта, но тебя это не спасет. Угроза северо-востока, она реальная, она ощутимая, это Осирия, Вавилон, Персия, и именно оттуда тебя ждет погибель и завоевание. Чтобы не было всего этого, лучше не лезь в глобальные такие мировые игры, в дипломатию, не надо тебе заниматься этим, о царь Израилев, однажды тебя все это приведет к погибели. И дальнейшая история показала нам, что эти слова, эти предусережения, они правомерны. И падение Северного, и падение Южного царства было вызвано именно этим. Вступили в союз с одним, другие пришли, союзник не заступился, исход всего этого порабощения, завоевания, изгнания, депортации. Ну и конечно же здесь еще указано на то, что природа всех таких вот приобретений, а именно конница, колесницы, тяжелая пехота, вот все это имеет свою цену. Надо за все это платить, потому что и вооружение, и доспехи, и содержание всего этого и конного войска, пехоты стоит больших денег. Ты их будешь брать, о царь израилев, израилев со своего народа, повышая налоги, поборы, и это будет плохо для простого иудея. Пускай не будет так. И вот смысл этого 16 стиха. Дальше «У царя не должно быть слишком много жен, чтобы его сердце не склонилось к отступничеству. Он не должен иметь чересчур много серебра и золота». Это стих 17. Но опять же многоженство надо понимать во-первых как инструмент внешней политики. Вот внешняя политика, есть соседи, есть какие-то державы, и главный способ с ними вступить в состояние союза, какого-то договора о поддержке взаимной, инструмент был простой, нужно было с кем-то породниться из правящей династии. И поэтому очень часто очень много у кого были гаремы жен. Не только потому, что люди были охочи до любовных утих, хотя было возможно и такое тоже, но в основном это было сугубо внешнеполитическая такая вот мера или такая практика, которая имела свою целью с кем-то породиться и в дальнейшем с ним уже не воевать, а иметь отношения союзнические. Но у этого всего есть опять же угроза, потому что все эти союзники, все твои партнеры по внешней политике и их проводники в Иерусалиме, в Израиле, эти жены и племенницы они будут учить царя совершать почитание ненужных богов, не бога Израилева. Они приедут сюда со своими святищими, со своими часовнями, со своими жрецами и они будут учить тебя, о царь, худому и тебя, и твоих детей, твоих преемников, твоих наследников это будет плохо. И заканчивается стих 17 призывом к тому, чтобы не собирать чересчур много серебра и золота. То есть сократи свою алчность, о царь, снись поборы и налоги, иначе будет плохо. И в этом стихе, в этом описании, стиха 16 и 17 мы находим знакомый персонаж, действительно описывается Соломон, у которого все сказанное здесь было частью его жизни. Это и большое войско, и внешняя политика, завоевание, и конница, и союзники за пределами Израиля, и много жён и святилища другим божествам, аж находящиеся в Иерусалиме, и, к сожалению, постоянно повышающаяся мера собираемых налогов, поборов и так далее. Венцом всего этого, как мы знаем из священной истории, является распад державы на Северное и Южное царство. И поэтому стихи 16-17 говорят как будто бы такие слова «О, царь будущий, не будь как Соломон». Соломон правил не очень мудро. Когда он взойдёт на престол, пусть перепишет для себя в свиток этот закон, хранящийся у священников левитов. Друзья, в этом предписании есть нечто очень прогрессивное, развитое и почти современное. Что тут написано? «Ты царь, на престол взойдя, перепиши и храни и практикуй и пользуйся этот закон, этот свод законов, этот свод законов ограничивает тебя». То есть есть какая-то высшая власть, высший закон, ограничивающий твою, о царь, абсолютную власть. Что мы находим здесь? Мы находим настоящую монархию конституционного типа, конституция ограничивает и держивает власть идеального царя Израилева. И это, конечно же, является вещью очень несовременной для того времени, прогрессивной, развитой, обережающей свое время. И пусть всю жизнь держат его при себе и читает, и тогда он научится бояться и чтить Господа своего Бога, неукоснительно исполнять этот закон и все предписания. Не станет он возноситься над соплеменниками, не станет отклоняться от этих повелений ни вправо, ни влево, и тогда он и потомки его будут долго править Израилем. Вот описывается идеал богобоязненного царя, который знает закон Божий, читает его, хранит закон Божий и пользуется конституцией в своем правлении. И окончание главы 17 как будто бы говорит «Богобоязненный царь будет заботиться о тебе о Израиле». Он удобен, он хорош, он приятен для каждого еврея, живущего в этом царстве. Поэтому о ты, будущий царь, будь именно таким богобоязненным, скромным, неагрессивным, не очень активным во внешнем политике царем. Таким, как допустим Иосия, либо языкия, но не как Соломон, это уж точно. Дорогие друзья, глава причина, прокомментирована, портал exe.ru Спасибо за внимание, всего хорошего.